Всем привет! Сейчас практически все пользуются интернетом. Даже сейчас вы смотрите это видео в глобальной сети. Но мало кто подозревает, что все, что вы делаете в интернете, отслеживается поисковыми системами, социальными сетями и даже обычными сайтами, которые вы посещаете. Сегодня я расскажу, что знают о вас поисковые системы и насколько вся эта информация может испортить вам жизнь. Поехали! Разбираться мы будем на примере поисковой системы Google. Но принцип такой же у всех поисковиков социальных сетей и сайтов. То есть сюда можно включить Яндекс, Яхо, социальные сети ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и все, чем вы можете пользоваться. Кроме того, сюда же будут входить и обычные сайты, которые тоже собирают данные о вас. Что же о нас может знать Google? И сразу открою секрет. Google знает о вас практически все. Причем это на самом деле так и есть. Давайте покажу, как это все определяется и как Google определяет, что именно вам нужно, кто вы такой, что вам нравится, что вы любите делать, чего вы делать не любите и так далее. Давайте приступим. Сразу хочу сказать, что ссылочки на странички, которые я вам сейчас буду показывать, я оставлю в описании под этим видео и вы сами сможете в своих аккаунтах все проверить. Давайте перейдем по первой ссылочке и у нас здесь уже первое, что может знать о нас Google, это наши предпочтения. То есть то, кто мы и что мы любим, что мы не любим. Давайте посмотрим, что люблю я. Ну, во-первых, Google довольно неплохо определяет то, сколько вам лет. То есть в моем случае он определил, что мне от 25 до 34 лет и это в принципе так и есть. Он определил, что я мужского пола. Естественно, я мужского пола, не женского и это очень хорошо определяет поисковая система. Ну, а дальше вы видите все то, что в принципе меня интересует, все то, что я ищу в интернете, все то, что мне в интернете интересно. И не только в самых поисковых системах, но в принципе статистика может собираться не только из поисковой строки, а также через браузеры, например. Если вы используете браузер Google Chrome, то все то, что делаете вы в этом браузере, все знает это Google. Все, что вы в принципе вводили, вводите, смотрите, сколько времени проводите на различных сайтах и так далее. То есть о вас, о вашей жизни в интернете поисковые системы знают практически все. Ну и как видите, здесь очень хорошо подобран мой профиль интернета, то, что я люблю авиапутешествия. То есть я частенько смотрю различные билетики куда-либо, слетать, отдохнуть, посмотреть и так далее. И в принципе это говорит уже многое, потому что чаще всего, очень-очень часто я в интернете, в поисковой системе забываю, например, билетики в какую-либо туда сторону. Кроме того, здесь есть моя очень интересная тема, то, что мне нравится, это автоматизация дома. То есть на данный момент я прикупил себе квартирку и в этой квартирке я хочу сделать полностью все автоматизировано. И соответственно это тоже одна из тем, которая меня очень сильно интересует. Я хочу сделать умный дом. И очень-очень часто многие различную информацию я ищу опять-таки в Google. И Google это все дело подмечает. Актерское искусство немножко маленькая ошибочка, но в принципе как бы я интересуюсь различными уроками, которые позволяют прокачать мою харизму, прокачать мое актерское мастерство, прокачать мою речь. И соответственно все это приводит к тому, что Google думает, что мне интересно быть актером. Может быть когда-нибудь даже я и стану настоящим реальным актером. Дальше идет аудиотехника, банковские услуги, бары, клубы, ночная жизнь. Это все то, что в реале меня интересует и что занимает очень высокую позицию в моих приоритетах. То есть соответственно все это говорит о том, что Google многое уже только по этому профилю знает обо мне и то, что мне интересно. Кроме того, все то, что здесь есть, все то, что здесь описано, практически все полностью соответствует моему профилю. Кроме некоторых моментов, о них я говорить не буду, но в принципе очень-очень профиль довольно полный. И соответственно это будет выражать ту суть того, что я ищу в интернете. Что еще может Google знать о вас? Например, хронику ваших передвижений. Вот к примеру, на данный момент здесь на карте есть точки, в которых я когда-то бывал. Вот например в Украине, в Египте, в Таиланде, на острове Самуи. Но тут есть нету целых кучи точек, в которых я например либо не включал интернет, либо не включал GPS. Ну и в некоторых странах такое законодательство, что отслеживать перемещение людей невозможно. Потому что я был в странах Европы и соответственно все это не учлось. То есть не было учтены те передвижения, перемещения, которые происходили в странах Европы. Кроме того, я был в Казахстане, в Астане, кроме того, я был в Екатеринбурге и все это почему-то не отмечается. Хотя на самом деле я там был, у меня интернет там использовался. Что именно не все запоминает Google, это уже меня радует. Потому что я не хотел бы, чтобы все мои передвижения знал Google. Но если посмотреть более дотошно, где например я находился, то можно даже увидеть те точки, в которых я бывал. И эти точки все соответствуют действительности, потому что во всех этих точках я бывал. И на самом деле Google точно знает, что я там был. И даже Google знает сколько времени я там провел. И Google даже знает в каком именно заведении или в доме я был. Естественно это все потом в дальнейшем можно будет отключить. Но на данный момент у меня эта функция была включена. Естественно я могу это все выключить и Google не сможет уже отслеживать мои перемещения. Что еще может знать о вас Google? Google естественно будет знать о вас все те поисковые запросы, а также сайты, которые вы посещали через ваш браузер. Причем здесь будет отображаться вообще все, все то, что вы смотрели. И опять-таки складываться из этого профиль, то есть по каким сайтам вы проходите, что именно вы на них делаете. И естественно сколько времени вы на них проводите. Соответственно зная эти все параметры, Google может полностью максимально знать о вас очень-очень многое. Любые поисковые запросы, которые вы вводили, любые сайты, которые вы посещали в обычном режиме не инкогнито, будут сохраняться в историю. Естественно эту историю тоже можно будет отключить и на основании этой истории опять-таки Google для себя делает пометки и сделает вывод, кто вы такой, что вам интересно, чтобы в дальнейшем продать вам какой-то товар или услугу, подсунуть вам какую-то интересную рекламку и так далее. Естественно, лично мое мнение, это не очень хорошо, потому что с одной стороны, да, например, заходя на YouTube, я получаю релевантные именно для меня ролики, то есть то, что мне интересно в YouTube посмотреть. Я не вижу какой-то хлам, который мне не интересен и который в принципе я смотреть не буду. Мне YouTube подсовывает именно те ролики, чаще всего, конечно же, не всегда это 100% точно, но те ролики, которые мне будут интересны. И это хорошо, потому что столько сейчас контента на YouTube, который просто невозможно весь пересмотреть, поэтому для каждого человека по его каким-то качественным характеристикам подбираются определенные витосики на том же самом YouTube. Кроме того, сейчас это уже пошло распространение не только на YouTube, а на и поисковую выдачу. То есть для большинства людей есть персонализированная поисковая выдача. То есть если вы набираете какой-либо запрос в поисковой строке в Google, вот, например, здесь, то по данному запросу для разных людей будут показаны совершенно разные сайты, которые подходят к их типажу. Соответственно, для вас будет подбираться максимально тот сайт, который может быть вам реально интересен. Все это делают нейронные сети Google. То есть нейронные сети Google это, можно сказать, в предзачатии такой искусственный интеллект, который позволяет определить, что вам может быть интересно. И довольно неплохо этот искусственный интеллект на нынешнем этапе развития искусственного интеллекта справляется со своей задачей и подсовывает то, что вам может быть интересно. Следующее, о чем хотелось бы рассказать, это о том, что Google знает, какими вы устройствами пользуетесь, естественно, если эти устройства подключены на вашу учетную запись. То есть в данном случае каждое устройство будет определено, если вы хотя бы раз зашли под учетной записью под своей на этом устройстве, даже просто зашли, к примеру, в почту, то Google уже будет знать, что вы использовали данное устройство. И что, скорее всего, оно, возможно, ваше или, как минимум, вы зашли под своей учеткой на этом устройстве. Таким образом, вы можете посмотреть, какие устройства используете вы, какие у вас там, например, мобильные, компьютеры, ноутбуки, что именно у вас есть, с каких аккаунтов вы когда-куда подключались. И даже можно посмотреть время. Например, если вы кому-то дали свой ноутбук, вы можете знать, когда этот ноутбук включался. И, в принципе, даже можно, если там не удалялась ваша учетка, можно даже посмотреть, то, какие поисковые запросы вводил и так далее. И даже если, например, это есть смартфон или ноутбук с поддержкой GPS, то можно посмотреть, где, в каком месте этот ноутбук был. Кроме того, можно таким образом найти ваш ноутбук или же, как минимум, узнать, где он находился и какие запросы поиска с него выполнялись. То есть довольно полезная штука. И еще один момент. У большинства вот эта вот страничка, у многих возникает такая интересная ситуация, когда люди видят какие-то устройства, устройства здесь, которых у людей никогда не было. И это может говорить о том, что ваш аккаунт, возможно, взломан или кто-то подключился по вашим кукам к вашему аккаунту и вас, возможно, взломали. Вот здесь вот это все можно посмотреть, когда какой компьютер ваш использовался. И если вы здесь найдете устройство, которое у вас никогда не было, то, скорее всего, возможно, либо кто-то использовал вашу учетную запись и знает от нее логин и пароль, либо кто-то вашу учетку взломал. И вы могли даже об этом и не знать. Ссылочки, естественно, на эти странички я оставлю в описании. Что еще знает Google? Смотрим дальше. Google знает те приложения, которыми вы пользуетесь или те сторонние приложения, которые подключаются к вашей учетной записи для, например, подключения к другим сайтам и так далее. Я не буду особо долго рассусоливать. Одно маленькое, но вот здесь вот могут быть подключены приложения, которых вы лично сами никогда не подключали и которые вам могли подключить вирусы. Поэтому проверьте эти приложения, если вы ими никогда не пользовались. Вот здесь вот списки, у меня точнее они замылены, а у вас вы увидите, какие именно приложения, программы используют доступ к вашему аккаунту. Соответственно, в любой момент из вашего аккаунта вы можете эти приложения доступ отключить. Мало ли вдруг, а вдруг вас когда-то ломанули и подключили вам какое-то приложение, которое вы не используете, но которое может повлиять на ваш аккаунт или что-то вам начудить. Ну и последнее, где все вообще это можно посмотреть. Есть вот такая страничка, которая называется myaccount.google.com. Здесь в принципе вы можете настроить параметры конфиденциальности и здесь вы можете настроить все то, что вы бы хотели, чтобы отслеживалось и то, что не отслеживалось. Вот здесь вот в параметрах конфиденциальности вы все это можете настроить. Показывать я не буду, потому что это очень-очень долго, там очень большое количество различных настроек. Но если вы не хотели бы, чтобы все данные попадали о вас в Google, все то, что вы вводите везде, где вы бываете, можно все это дело отключить. Естественно, это отключается не в 100% случаев и, естественно, все равно Google какую-то информацию о вас собирать добудет. А чаще всего ничего страшного в том, что эта информация именно самим Google собирается. В этом нет. Собирается эта информация для того, чтобы составить ваш портрет и знать, кто вы такой и что вам можно предложить. Соответственно, чтобы в будущем, имея эти данные, можно знать точно, чего вы любите, чего вы не любите, что вам можно продать, чего вы не хотели покупать и так далее. Естественно, использовать это в корыстных целях для того, чтобы приманить вас что-либо купить, подсунуть вам какую-то именно для вас полезную рекламку и так далее. Ничего страшного и сверхъестественного в сборе этих данных нет. Нет, вы сами соглашаетесь о сборе этих данных, даете подтверждение, когда создаете аккаунт, тот же самый Google. Но нужно думать, что Google только собирает эти данные. Эти данные собираются не только Google, остальные поисковые системы делают то же самое. И кроме того, вы не думайте, что если вы не подключили учетную запись, то данные о вас не собираются. Даже без учетной записи, Google чаще всего, скорее всего, знает, кто вы такой и к какой учетной записи вы относитесь, даже не подключая вашу учетную запись. Кроме того, есть еще браузеры. Например, браузер Google Chrome, он тоже собирает целую кучу данных о том, что вы делали в интернете, сколько вы провели времени, какие запросы вы вводили, на какие сайты вы заходили и что вы там делали. Поэтому, ну, эту информацию, как минимум, не должен знать никто, кроме Google. И самая большая опасность в том, что ваша информация пропадет, это в том, что ее могут украсть. Например, есть какая-нибудь брешь в безопасности Google, какой-нибудь хакер или группа хакеров может попытаться взломать Google, используя данную брешь. И тогда вот эти все данные конфиденциальные, которые не должны никому попасть, кроме самого Google, они могут быть слиты. И потом использовать эти данные уже можно в очень многих различных целях. Например, зная о том, кто вы, что вы, какие запросы вы используете, какие сайты вы посещаете. Можно, например, применить социальную инженерию, чтобы взломать ваши аккаунты, чтобы украсть у вас деньги с банковского счета, чтобы использовать ваше мобильное устройство. То есть очень-очень много различных вариантов, которые позволяют мошенническим способом что-то у вас отжать. И вот в этом есть самая большая опасность того, что собирается такой огромный массив данных, который может быть, может, попадет в чьи-то третьи руки. То же самое делают и поисковая система Яндекс, то же самое делает поисковая система Яхо, то же самое делают социальные сети. В социальных сетях большинство информации вы предоставляете сами, самолично. То есть вы рассказываете максимально ту информацию, кто вы, что вы, сколько вам лет, какие у вас любимые занятия, что вы любите делать и так далее. В большинстве своем случае в социальных сетях вы сами всю выкладываете эту информацию. Но кроме того, что вы выкладываете эту информацию, социальные сети точно так же собирают данные о том, что вы вводите в поисковую строку, то есть с кем вы переписываетесь, то есть социальная сеть знает, кто ваши друзья, с кем вы чаще всего общаетесь, насколько часто вы это делаете, что вы обсуждаете в чатах. Все это доступно этим компаниям. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, это то, что даже мелкие сайты иногда собирают какую-то часть данных о вас. И чаще всего это происходит также опять через большие компании, такие как Google, такие как Яндекс. То есть что происходит? Например, человек, который создал сайт, разместил рекламный код на своей странице в интернете, то есть на сайте. Когда вы подключаетесь к этому сайту, заходите на эту страницу, то соответственно выполняется определенный рекламный код и с этого момента начинается сбор данных о вас, кто вы такой, зачем вы зашли на этот сайт, что вам может быть на этом сайте интересно, какую вам можно подсунуть рекламу. То есть скрипт Google стоит на обычном, самом-самом простейшем сайте и этот скрипт Google, даже если у вас нет учетной записи, даже если вы не используете Google Chrome, даже если вы не используете поисковую систему, Google все равно соберет о вас достойное количество информации и Google знать будет о вас очень-очень много. На самом деле это не так страшно, как могло бы казаться, просто многие пишут, например, вот та же самая Windows 10 собирает данные, отправляет телеметрию на сервера Microsoft и соответственно это вызывает негатив, люди говорят, что вот за нами следят, это полноценная слежка, но почему-то никто не обращает внимания на то, что когда вы используете браузер, браузер за вами следит. Когда вы используете поисковую систему, поисковая система за вами следит. Когда вы используете социальную сеть и пользуетесь ей, социальная сеть за вами следит. Когда вы используете просто какой-нибудь сайт, зашли почитать какую-то инфу, этот сайт за вами следит. И никто почему-то не думает о этой слежке, все думают о той слежке, которую выполняет, например, операционная система, хотя на самом деле делают они одно и то же. Все эти компании, они хотят собрать о вас как можно больше информации, чтобы потом использовать эту информацию в личных целях, в целях того, чтобы как-то монетизировать вас. И всему тому, что я рассказал, я хочу сказать о том, что на данный момент каждый человек, который подключен к интернету и пользуется интернетом, различными сайтами, социальными сетями и поисковиками, это ресурс для этих компаний. Мы ресурс и этот ресурс стоит очень-очень дорого и чем больше компании будут знать о нас, тем соответственно мы будем стоить дороже и чем меньше будут компании знать о нас, тем мы будем стоить дешевле. И даже если вам нечего скрывать, даже если вы никогда не делали ничего странного, страшного в интернете, не вводили каких-нибудь, ну не совсем-совсем легальных поисковых запросов, то в принципе вам бояться нечего, никто ничего вам не предъявит. Просто Google будет хранить эту информацию, но сейчас в некоторых странах вводятся такие законы, о которых, например, чтобы поисковые системы определенное количество времени, например, хранили поисковые запросы людей, которые вводили эти поисковые запросы, для отлова якобы террористов, для отлова якобы каких-то еще неугодных личностей, которые можно было бы потом привлечь к ответственности. С помощью того, что человек что-то ввел, на какой-то сайт зашел, с кем-то что-то обсудил, в общем, это все не совсем есть хорошо, почему? Потому что весь этот массив данных потихонечку на нас собирается вот такой вот компромат, что мы делали, с кем мы общались, сколько мы времени этому уделяли и так далее. И этот компромат когда-то в будущем может быть использован против нас. И хочу еще сказать одно маленькое слово, если вы досмотрели до этого момента, будьте аккуратны в интернете, завязывайте уже всех оскорблять, думая, что вас никто не найдет, никто не спалит, даже если вы пользуетесь какими-то защищенными браузерами, даже если вы используете инкогнито режим, даже если у вас максимально включена защита от отслеживания. Не факт, что вы не отслеживаетесь, потому что уровней отслеживания сейчас довольно много, начиная с операционной системы, заканчивая каким-то конкретным сайтом. И все это у вас может отслеживаться, поэтому ведите себя культурно, нормально, чтобы в будущем потом не было никаких проблем, с которыми вы могли бы столкнуться из-за того, что когда-то что-то где-то вы написали, когда-то что-то где-то вы ввели какой-то странный или запрещенный интернет-запрос. В общем, смотрите сами, что вы делаете в интернете и будьте аккуратны. Ну и последнее, что я хотел бы сказать, не забывайте о том, что у меня есть целая куча социальных сетей, а также сайт, на котором вы можете получить много полезной информации по компьютеру и андроидам. Не забывайте о том, что на канале есть целая куча различных видео, которые могут быть вам интересны, которые могут решить ваши вопросы с вашим компьютером или андроидом. Посмотрите эти видео, возможно, найдете что-то для себя полезное. Кроме того, если вы нашли полезное, если я вам реально помог, мои видео, возможно, вам помогли, не забывайте о том, что можно подписаться на мой канал. То есть, подписываясь на канал, вы будете получать уже все мои новые выходящие видео. Кроме того, когда вы будете нажимать на подписку, там рядом будет колокольчик, вот типа такого, только там он будет рядом с подпиской. Нажмите на этот колокольчик, тогда вы будете в числе одним из первых получать то видео, которое выходит каждую пятницу на моем канале. И вы будете сразу же получать уведомление о том, что вышло новое видео, которое вы можете посмотреть в качестве первых. Ну а на этом всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!